Объясниться и даже уйти в отставку призывают руководители Федерального ведомства по охране Конституции Германии. Против шефа службы внутренней разведки ополчились и журналисты, и политики. За что узнаем от Татьяны Лагуновой. Ханс Георг Массен редко дает интервью, но беспорядки в Хемнице исключения. Глава Федерального ведомства по охране Конституции встретился с журналистами одного из немецких таблоидов, чтобы дать свою оценку произошедшим событиям. И после этого интервью против чиновника ополчились и представители СМИ, и политики. Из большого развернутого интервью Германия обсуждает всего несколько предложений. Массен заявил, у его ведомства нет никаких доказательств, что во время беспорядков в Хемнице правые преследовали иностранцев. Дескать, видеозаписи травли, а их полно в интернете, могут быть неподлинными. И вообще все это похоже на целенаправленную дезинформацию, с целью отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице. Первыми возмутились немецкие журналисты, которые сами снимали и показывали подобное видео. От коллег, которые работали на месте событий и все видели своими глазами, мы знаем, травля имела место. В первую очередь преследовали тех, кто выглядел, скажем так, иначе, чем среднестатистический немец. А потом демонстранты начали нападать и на журналистов. Шестеро наших коллег получили травмы, и это было не случайность. Журналистов поддержали и политики, и потребовали от Массена подкрепить свои слова доказательствами. Депутат от нашей партии тоже был очевидцем событий в Хемнице. Он, как и другие, видел травлю. Есть видео, есть заявление в полицию, возбуждено 120 дел. Исходя из всего этого, я не могу понять господина Массена. Своими бездоказательными высказаниями господин Массен порождает политические спекуляции. Как глава ведомства, как госслужащий ФРГ, он не имеет права влиять на политические процессы. Канцлер должна действовать. Господин Массен больше не может занимать эту должность. Впрочем, рубить с плеча депутаты все же не готовы и хотят сначала выслушать самого виновника скандала. Его уже вызвали для объяснений в парламент. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.